Продолжение следует... И то ее надо иметь. Стоило только туда привить персики, ой, черешни, и вишня преобразилась. Видели фильм, как ее не ели, жрали, бесплатно собрали 8 ведер, прямо с грузовика, потому что не дотянешься. Просто так, чтобы не пропало. Все равно птицы съедят. Вот. Сколько смог, заготовил целое ведро, сухий костик. Ведро, не плодок, костик. Вот оно ждет переправки в России. Так, абрикос, да? Сейчас пойдем в общую тему абрикосовую, потом поконкретнее. На этом абрикосе подвой манчжуриц, привой королевский. Вот. Почему я показал? В этом абрикосе, на королевском, в прошлом году, урожай был. Он рано сошел, и он был мягкий, слабенький. Вот. Позже цвела черный абрикос. Вот он, видите? Вот он. Он уже не черный, но это виноват подвой. Вот. Я просто хочу сказать о возможностях абрикоса. Персики, черный абрикос. Это его близкие родственники. Пожалуйста. Вот. У меня есть фотографии пошикарнее. Просто на этой фотографии я еще почему вижу. Видите вот эту кучу? Она несколько лет лежит, лежит, лежит. Я ни разу ее так и не поджег. Туманы. Если туман еще на это самое, его можно еще... Обычно эта туманная погода тоже разжигает костры, потому что немножко поднимает температура, спасти цветы. Поможет ли вам, жителю Дагестана, на берегу Каспийского моря туман искусственных добавок, вот этот, не туман, а дым, теплый дым? Я не знаю, я просто нашел фотографию, где у меня куча лежит, так, потом ее выбросили. Я сказал себе, ни разу не пожег и не буду. Зато чистый эксперимент. У меня чистые руки. Что выживет, то выживет. Вот черный абрикос Сибири. Вы найдите еще у кого-нибудь. Так. Вот это жердели. Нетронутая грядка. Ну, снята давненько, ну, скажем так. Они здесь полуторагодичные. Никому не нужная. Ни одна. А здесь еще такая же грядка вуочной вишни. Сладкая. Тоже. Ни к кому. У меня вот это... Я ничего понять не могу. Если бы они стоили бы там тысячу рублей, я бы понял. Я продавал их по 700 рублей. Три года назад я отдал питомникам. Вот. У меня брали охоту. С каждым годом дела идут все хуже. Я призываю, чтобы на уроках им говорили, наука не доказала и не отрицает наличие Бога. Мы просто должны жить по Божьим законам. Просто жить. Вот. Пока вот у них такие глазенки. Пока они это еще поймут. Пройдет немного времени. И кто-то скажет, Бога нет и пойдет грабить. Бога нет и пойдет убивать. Вот. Вот это снимок. Почему он здесь? Красивая девушка. Не смотреть. Смотрите на плоды. Я утверждаю. Я железо. А от этого зависят все остальные мои поступки, пусть вначале неосознанные. Кто-то моей рукой управлял. Вот. О том, что вначале, я не говорю, что сразу, в одну секунду, по мгновению руки, появились эти абрикосы в этом виде. Но я утверждаю, что они появились раньше человека уже вот такие вот. А потом уже Ева ела плоды, пока что-то там не это. Дальше не буду на эту грустную тему. Вот. Я хочу сказать, что с этого начиналось садоводство. Потом, еще раз говорю, когда эти абрикосы оказались вдруг потом мелкими-мелкими, вот, невкусными-невкусными, не одичали, они приспособились. А кто-то и поймет это так. И у них потом эти деградирующие вернет им их же свойства. Вот. Чистая практика. Поселок Черемушки, горы, горная дача, чем склон круче, тем труднее убить абрикосы. Научили убивать, вот. И на равнинах по всей России убивали абрикосы, яблони, груши, убивают и сейчас. Крутизна склонна такая, что как люди не пытаются их убить, не получается. Поняли? Вода тает снег, стекает с этих садов, как гуся вода стекает. Все. Талая вода проскакивает, не задерживается, не успевает сгнить корневой шейки. Вот. И второе, это то, что сохранилось. Тут тоже гибель много. У тех, кто не ухаживал за деревьями. Намек поняли? Пойдем дальше. Я преклоняюсь перед этим человеком. Видите? Это Байкал. Вот. Его давно нет живых. Он ушел, угас и ушел непризнанным гением, непонятым. Видели? А теперь все это исчезает. Когда я вижу на этих самых, на сайтах, там же рядом мои украденные фотографии. Да? Я вам показывал, вспомните, еще неделю назад. Мои украденные фотографии, еще покажу. Вот. А рядом написано, допустим, там, Красавчик Байкалова или там, ну, в общем, Дальний Восток. Нет. Я их до сих пор название не помню, потому что я никогда не пользовался его сортами. Мне интереснее было заниматься это напрямую. И вот получилось так, что сейчас все это исчезает. А сайты, которые украли мою фотографию, а рядом фотография Байкалова. Значит, я подозреваю, что его от фотографии тоже украли. И никто не продолжает сохранять генофон. Он когда-то заложил 17 садов. Я боюсь, что уже ничего не осталось. Почему? Агротехника та самая гибельная. Вот. А это на память не осталось. Я знаю человека, у которого растут два такие абрикоса, год за годом, объявлял громко, ждал ученых, приведу к этому человеку. Может, заплатите ему чего-то там, он вам позволит нарезать черенки. Спасайте лучше из Балкаловского, потому что это очень крупный абрикос. Даже среди Байкаловских. А человек клянется, что он лично Байкалова купил. Много лет назад. Вот. Это просто напоминание. Теряем годы. Теряем все. Вы знаете, когда исчезнет последнее байкаловское дерево на планете, зачем он 50 лет жил? Он же, это самое, человек, такой фанатик был. Он такую гигантскую работу провел. Первый сад полностью, он высаженный из там огромного количества тысяч костей. Первый весь погиб. Фирменское хозяйство абрикос. Это хозяйство Пескунова. Вот. Почему я его привожу в пример? Один из... Я, наверное, несколько всего абрикосов хозяйств могу назвать во всей России. Вот одно из них. Когда я приехал к нему в гости, я в шоке был. Голой степи. Представляете? Голой степи. Вот так вот. Ну и... Вы поняли возможности абрикосов. И он мне сам сказал. 40 градусов культурное у него выдержит. Вот так. Культурное. Как умудряется загубить? Почему пишут, что 25 не плодоносит, 30 мертвый? Да вы уже догадались почему. Все. Верну про кольню шейку до заглубления. Что такое чудеса, да? Вот на востоке где-то мне сказал Бродский, кто-то засеверился. Ага, железо вообще-то не украл. А наследник якобы есть. У Казмина, значит, эти абрикосы должны только в его саду жить до сих пор. Вот. Мне бы кто-нибудь против меня бы суд затеял. Я бы так использовал, как три буду, чтобы сказать. Вот видите? Вот. То есть, обратить внимание на плачевное состояние, это используют. Но фактически получается так. Вот это вот абрикос серфим. Внимание. Приходит. 2013 год. Вот. В 2013 году у меня 30-40 деревьев окрасились плоды. Объяснения этому я не нахожу. Вплоть до ярко-ярко-красных. Обычно эти. Видите? А он был еще наиболее красный из всех. Вот он такой стал, да. Дальше я его еще раз переношу. Смотрите сюда. Это Серафим. Ну, мне правильно этот самый Бруцкий ругает. Говорит, называешь, а это твой клон, твоя форма. Отдельная форма. Ну, вот теперь можете на меня в суд подавать. Видите? Видите? А у меня еще есть несколько вариантов. Я в данном случае использовал вот это вот самое слова Бруцкого. Что кому-то там кто-то недоволен, что они распространились дальше. Хотя это глупо, да. Вот. Все. Нет у меня вот этого. И вот этого нет. Вот. У меня таких примеров десятки. Это и есть вегетативная гибридизация. Я утверждаю, забегая вперед, у нас будет тема вегетативной гибридизации. Ближе к весне. Веша. Вот. Это кто хочет быть волшебником. Уже вот этот взять. Ветушку у меня перенести. И еще раз привить на что-то. Так. Так. Вот. И получаем. И еще вариант. Я железо утверждаю, что вегетативная гибридизация, в отличие от моего мнения, отличное от ученых, существует. Ну, в единственном количестве. Удержать форму можно с трудом некоторое время. Вот. Это если одни и те же подвои родственные. Я повторяю сам себя уже лет 15. Вот. Так хочется быть правым, чтобы побольше людей этим занимались. И все равно эта форма постепенно уйдет. Доказательства я об таке предъявлю, что не останется никаких сомнений. Удержать форму невозможно. Так. Еще вариант. Не удержусь. Но он нас касается. Всех, друзья. У вас такие чудеса будут. Итак, на манчжурца привил академик. Три года академик жил. Не дав ни одна плода, умер. Вот. Значит, практически не изменился манчжурец. Немножечко. Чуть-чуть-чуть сахара. Все равно по-синий съедобный. Вот. Наконец он весь опал. А одна ветка осталась висеть до морозов. Вот она. Вот. Явно, что здесь влияние уже особого рода. Вот. Я не хочу сейчас говорить, почему я считаю, что можно не просто одичить плоды, отправляя на север, где они начнут. Или на север отправляем, они начнут как? Или мельчать, или погибать. Что такое мельчать? Это значит, что больше будет на дереве, больше шансов выжить в виде семян. Но нам-то не хочется, чтобы они мельчали. А они мельчают. Я говорю, что они не только мы можем мельчить, мы можем вернуть им исходную форму. И что, внимание, это страшно есть, то, что я скажу. Вот. Никакой генетической, нет эти самые, на всю жизнь ДНК. В ней обязательно есть несколько вариантов развития, готовых на любой случай жизни. Вот. И вот она проявилась. Пожалуйста. Вот. Видели? Ну и что вы думаете? Все как у меня. Плоды опали, я это же собирать не стал. Уже перед самой зимой. В морозилке набиты мякотью, косточки собраны на продажу. А вот это так и пропало. А ведь с этого надо было начинать самую северную в мире популяцию абрикосов необычной. Раскраски, видите? Ну, некого было. Много. У меня таких потерь десятки. Я не хвастаюсь. Вот. Просто я не могу. Я говорю, я заменил несколько институтов. Продолжение следует.